Томсан, им тебя завели сразу дело? То есть, как забрали, уже шло к тому, что тебя хотели посадить? Нет. Ассаляму алейкум, араматулабаракату. Какую пользу принесла твоя деятельность за все время умми и чеченскому народу? Просто интересно. Алейкум ассаляму алейкум, араматулабаракату. Томсан, ассаляму алейкум. Я живу в Израиле. Недавно наткнулся тут, на мечеть имени Ахмад Хаджи Кадырова. Что ты знаешь об этом? Алейкум ассалям. Я из Ташкента. Меня зовут Мухаммад. Ты очень уважаемый человек. Даже в Ташкенте? Спасибо, Мухаммад. Вопрос личного характера. Как ты зарабатываешь? Как ты существуешь? Тебя реально спонсируют? Спасибо за ответ. Ну вот вы меня и спонсируете. Ты вот сейчас будешь свидетелем, являешься свидетелем процесса за как я, кто меня спонсирует, как я по сути зарабатываю. Короче, просто наблюдай и ты все увидишь. Здесь, помимо тебя, обычно очень серьезно наблюдают за этим процессом представители Кадыровской власти. Иудов, по его собственному признанию, очень любит наблюдать. И это ему прям по сердцу, по-живому так бьет его. Это очень сильно ранит, когда он видит эти транши, приходящие ко мне от этого финансирования. Вот, кстати, смотри, пришло финансирование. Томсон, мы тебя завели сразу дело. То есть, как забрали, уже шло к тому, что тебя хотели посадить. Нет, дело на меня возбудили только тогда, когда поняли, что я соскочил. Они сделали это в надежде предотвратить мой уход, мое бегство. Им нужно было очень быстро подать меня в розыск, чтобы меня задержали на каком-нибудь там посту. Поэтому очень оперативно было сфабриковано уголовное дело по статье 208 части 2, что якобы я уехал воевать в Сирию в рядах группировки ИГИЛ. Это было самое легкое, что они могли сделать, самая такая популярная статья. Если бы где-нибудь в регионах России, центральной России, возбудили бы, ну, таким образом, сфабриковали бы дело, скажем, по краже, по какому-нибудь грабежу и так далее, что у них там самое популярное, или наркотики, допустим, то у нас самым популярным на тот момент была Сирия. Это 2014-2013-2014-2015 год. Большой поток был с Кавказа. Действительно, насилие в Сирию. Молодежь реально туда уезжала. Поэтому они сделали то, что им было легче всего. Тем более, обосновать это как-то в случае меня им было бы проще, так как я внешне соответствовал соблюдающим мусульманий. Ну, а именно образ соблюдающего мусульманина ведь представлен в сообществу как образ террориста, какого-то опасного человека. Это обязательно мусульманин с бородой. Им как бы было легче вот таким именно это мне приписать. Но они просчитались из-за того, что у них, во-первых, нет мозгов. Это как бы диагноз. Во-вторых, было очень мало времени. На них давили, говорили, давайте быстро фабрикуйте дело. Они поэтому не смогли продумать вот всех этих нюансов, что написать, что не писать там и так далее, что мне будет проще опровергнуть. В общем, они не рассчитали. Они там написали, что я уже якобы в Сирии. Приписали там эту группировку ИГИЛ и так далее. И мне, разумеется, удалось это опровергнуть. Обвинение было... В итоге мне удалось это обвинение полностью опровергнуть. И уголовное преследование по этой статье они вынуждены были прекратить. Но, прекратив это преследование, они начали сразу же другое. Теперь меня преследуют по статье 205.2. Это публичные призывы к терроризму и публичное оправдание терроризма. То есть, статья у меня сейчас еще более тяжелая, чем была. Хотя и по той, и по этой, конечно, идет трогий режим. Но просто статья 205, это уже статья ФСБшная. Это уже преследование более такое жесткое. И именно по статье 205, по террористическим и экстремистским статьям тебя сразу же закидывают в эту базу Росфинмониторинга. Сразу блокируются все твои счета на территории России. По 208.2 такого не происходит. Именно по 205.2 они это делают. И, надо сказать, это создает очень серьезные проблемы. Если бы у меня реально были бы какие-то активы на территории России или стран СНГ, то я бы лишился этих активов. Это действительно как бы сложный такой момент. Тумсо, к сожалению, большинство всегда нагибает меньшинство. Это закон жизни. Я русский, но мне больно смотреть на малые народы, которых поработил наш большой народ, оккупировал их и навязал свои законы. Слушай, ну, смотря на сегодняшнюю модель в России, на эту власть, то здесь работает обратный процесс. Меньшинство нагнуло абсолютное большинство. Просто вот этот кооператив озера нагнул всю Россию. Так что это не всегда как бы работает в таком направлении, что большинство нагибает меньшинство. Может быть, в каких-то вопросах межгосударственных отношений да, но в вопросах именно власти, власть имущих, то здесь, как правило, всегда меньшинство нагибает абсолютное большинство. И если бы это большинство знало бы, какой силой они обладают, если они сконсолидируются, то такого бы никогда не происходило. Но, к сожалению, они этого не знают. Поэтому пребывают в таком положении. Ассаляму алейкум араба браякату. Какую пользу принесла твоя деятельность за все время умми и чеченскому народу? Просто интересно. Алейкум ассаляму араба браякату. Я думаю, тебе стоит самому как-то над этим задуматься, может быть, пообщаться с людьми. Неправильно будет, если я сам буду здесь сидеть и расхваливать себя. Рассказывать о пользе, приносимой мною, это расхваливать себя. Я же не Кадыров, который там под камерой занимается благотворительностью и рассказывает о том, какую пользу он принес. Пусть про мою деятельность говорят те, кто меня поддерживают, те, кто меня смотрят. Пусть меня оценивают люди, а не я сам. Так что, давайте вы лучше зададите этот вопрос кому-нибудь другому. Единственное, я могу сказать, что если бы я не видел пользы в том, что я делаю, то я бы этим не занимался. Понятно, что я вижу в этом какие-то плоды. В том, что есть мнение, что у Лыдаева и у Кадырова была одна цель, чтобы Чечня жила за счет России. только у одного это не получилось, а у другого получилось. Это не мнение, Азамат, это какая-то чушь. Я даже примерно знаю, кто является автором этой чуши. У Лыдаева была очень четкая и открытая цель, которую он не скрывал. Это свобода нашего народа. Лыдаев, он вообще является таким символом свободы. У Лыдаева не было цели жить за счет России или кого бы это ни было еще. А у Кадырова, я даже не скажу, что его целью было, чтобы Чечня жила за счет России. Но это не тот человек, который может перед собой вообще ставить какие-то цели. Это цели какие-то ставит перед собой образованный человек, грамотный, интеллектуальный. Тупые люди не могут ставить перед собой какие-то цели. Кадыров это человек просто продавшийся. Он просто продал свою душу за комфортную жизнь, конкретно за себя, за свой живот, за свой комфорт. А не из каких-то там соображений, чтобы Чечня жила за счет России, чтобы народ там жил и так далее. Не было у него вообще таких мыслей. Это люди, которые руководствовались самыми низменными инстинктами. Они думали чисто о себе, о своих животах. Так что мне кажется подобные рассуждения они очень глупы. Ты ведь тоже за личные блага сидишь и треплишься. И сразу видно, как начал отрабатывать хозяйские харчи в день по несколько выпусков. А это кто такие вот эти хозяева, чьи харчи я отрабатываю? Расскажи пожалуйста про них. И когда это я делал в день по несколько выпусков? Тумсу ассаляму алейкум. Я живу в Израиле, недавно наткнулся тут на мечеть имени Ахмад Хаджи Кадырова. Что ты знаешь об этом? Алейкум ассалям. Это мечеть в селении Абу Гош. Недалеко по-моему от Иерусалима находится. Или от Тель-Авива. От Иерусалима кажется недалеко находится. Это черкесская деревня. Там проживают черкесы. Выходцы. Ты ведь тоже за личные блага сидишь и треплешься. И сразу видно как начал отрабатывать хозяйские харчи в день по несколько выпусков. А это кто такие вот эти хозяева чьи харчи я отрабатываю? Расскажи пожалуйста про них. И когда это я делал в день по несколько выпусков? Израильское правительство видимо подумало окей если какая-то инвестиция почему бы и нет. Дали им построить и сейчас есть там такая мечеть. Кавказа. Но у нас это было представлено так как будто бы там проживали чеченцы. Я имею ввиду в Чечне кадыровская пропаганда это так представляла. И что вот якобы для них для чеченцев кадыров там построил типа мечеть. Действительно он это профинансировал они ее там построили. это Субтитры создавал DimaTorzok